Какая идея сейчас появилась утром, когда я проснулся. Я не принимаю. В последний раз принимал флок стим вчера, нейролептики я больше не принимаю очень давно. И транквилизатор тоже не принимал. Все заканчивается постоянно. Но он был, но я не стал его принимать. Я их стал принимать после того, как меня избили добрый человек, а потом на улице, а потом милиция запугивала и избивала меня. Набило в те места, где не остается следов от обоев, но и запугивало. И моих родителей тоже потом. Они, ну, собрали мой телефон, там все скачали, удалили лично. Ну ладно. Это я не об этом хотел. Сейчас пятница, если не ошибаюсь, пятница, пятнадцатая мая, несколько может по времени ошибаться. Сюжет для фильма. Это просто сюжет для фильма сейчас будет. Сюжет для фильма. Как идет парень или какой-нибудь мужчина. Сюжет для фильма просто. Как идет какой-нибудь мужчина вдоль полуразорвалившихся домов Сталина, Крущевок. Подъезжает на крутой тачке или какой-нибудь еще такая женщина. Особая. Прекрасная. Добрая. И она вызывает полицию. И на этой полиции следит, чтобы этот мужчина, по ее приказанию, кислотой взял тряпку с кислотой и медленно убивал своих детей, родных. А она еще при этом оскорбляла его, называла и угрожала. А полиция молча смотрела, чтобы выполнялся приказ. И потом, после того, как эти дети превратились в грязь, в ошметки, грязи, она все равно не удовлетворилась и сказала, чтобы этого мужчину забрали в полицию, потому что у него много детей. И затем... Только один молодой полицейский, по моему, в стране не сказал там, по ласковых про нее, но это так, ерунда. Затем его отпустили ночью. Он шел ночью с края города. До него докопались гопники и избили. Хотя можно и без этого. Тоже другие мужчины, они... И показано, как перед этим они смотрели фильм, где настоящий мужчина должен избивать кого-то. Быть гопником, быть отморозком. Таких фильмов полно. Ну... И везде это внушается. И затем... Она показывает ее, как она хохочет и извивается, как змея от радости. Что совершила добрый поступок. Потому что... Она считает себя... Она считает этого мужчину не кем, а себя. Как бы богиней избранной. Свыше. И... Он сидит, просто смотрит в одну точку. С тех пор. Она проходит со своими детьми. На него и смеется и показывает. Она говорит... Фу... Смотрите. И говорит... Это всего лишь низшие. А мы выше. Примерно. Ну, кое-что другое. Она говорит. Ну, примерно. Адвократия. Так. Это просто сюжет фильма. Там... Никто не обязан. Это просто сюжет фильма. Ничего такого криминального тут нет. Нет. Так... Так проходит 20 сколько лет. Он... Этот мужчина совсем опускается. В лицо его из... Доброго... Становится. Ну... В очках там. И... Такое, знаешь, лицо, которое... Она еще посмеялась, увидев лицо. Типа, ничего себе. Какой лох. Какой... Ботаник. Становится похоже на лицо кого-то отморозка или... И... Он живет на таблетках. Ну, или что-то вроде этого. Я не знаю. Это же просто фильм-сюжет так наброски. Или мультик. Или фильм. Легче мультик снять. Ну, и затем вторая часть. Которые лучше не смотреть. Как в классике. У него... Там... Он уже не может жить. Там... Работал грузчиком, чтобы... Писовать для города. И выкладывать зачем-то бесплатно. Зачем-то выкладывал бесплатно. Ну, потому что... Немножко больной был изначально. Ну, и она посмеялась, конечно же, над этим. И она всегда, когда видела, как он сидит... С пустым взглядом, смотря в одну точку. Она радовалась своей победе. И говорила своим детям. Смотрите. Видели, какая я молодец? И радовалась. И извивалась от радости. И воспитывала своих детей. Так же поступать. С простыми... Ну, с простыми людьми. Так скажем. Смотрим. Потому что они главные. Она говорит. Мы главные. Мы здесь главные. Мы выше их. А они низшие. Ну, примерно так. Это фильм просто. Сюжет для мультика. Как знаешь, мультики делают на YouTube. И дальше. Что-то странное происходит. Там. Уникальное. Уникальное. Этот чел. Дальше. Я не хочу рассказывать. Там, в общем, он берет. Наждачный сооружает. Для рук. Такие перчатки из наждачек. И чтобы их нельзя было снять. И он, как бы, знает, где она живет. И где она ходит все время. И когда они все там собрались в одном доме. Великие. Аристократические. Великие. Красные. Которые считают ниже себя. простых людей. Таких как он. Когда нужен. Он знает, когда она ходит. Там, если есть какой-то мужик, он не поможет. Там, когда она. Когда выходит. Кто-то из них открывает дверь. Он что-то делает, чтобы тот или она не могли выйти больше. И были немножко ранены. Закрывает дверь. И приказывает. Ну, короче, закрывает крепко дверь на все замки. Все окна. Может, притворившись клоуном. Типа. Вызвали клоуна или Деда Мороза. Закрыть окна. И каким-то образом заделывает их. Так, чтобы они не могли выпрыгнуть из окон. Со второго этажа. Это просто мультик. Никуда не могли уйти. И дверь каким-то образом баррикадирует, чтобы невозможно было. Снаружи ее открыть. Снутри. Может, специальными какими-то средствами. В этот. Замочную скважину. Может, еще чем-то. Это нужно технические знания. Имеет некоторые. Далее. Он. Определенным образом. Собирает их. И. Дает ей эти перчатки. По локоть. Из наждач. Которые намертво приклеиваются к ее. Добрым. Созидательным рукам. Аристократическим. Добрейшим. Прекрасным. Ее взгляд добрый, конечно же. Очень добр. Она добрая женщина. Исключительно добрая. И он тоже добрый. На лбу он написал себе. Например. А я тоже добрый, как и ты. Я такой же добрый. Я тоже добрый, как и ты. Или что-то вроде этого. Или нарисовал определенный знак. Который говорит ей, что. Напоминает ей. Кое-что. Ну, определенный знак. Там. Значок. Ну, или еще что-то. Ну, и в общем. И она должна медленно растирать своих детей и внуков. Как и она сделала тогда. Не кислотой, а наждачной бумагой. Пока они не превратятся в кашу из грязи и крови. А наждачной бумаги будут так сконструированы, чтобы они могли сменяться и не испортились. Чтобы охватило их. Чтобы они были очень крепкие, прочные, многослоистые. Крепко спаянные. Или скрепленные. Одна наждачка разламывается, а там другая. Руки-наждачки. Назвать можете ведь этот мультик. И так она превращает всех своих детей в смесь. С грязью и кровового месива. Смеется ли она теперь? Смеется. Только тогда она всегда смеется. Только теперь она уже смеется не так, как тогда. Это просто мультик. А затем... Он... Ну, этот... Мужчина убивает себя. А ее оставляют живую. Чтобы она жила дальше всю свою оставшуюся жизнь. После этого... Смотрела в одну точку. В пустоту. Такой мультик. Мне сейчас появился в голове. Я рассказываю мысли преступления, как в Оруэлле. 1984-1986. Я что-то уже запутался. Я рассказываю свои мысли постепенно. Ну, это мультик просто. Такой мультик. Такие мультики снимают на ютубе. Вот я вам... Сюжет такой сделал. Можете написать, что автор Александр... Художник Александр Аленин. И ссылку на... Одно из популярных видео на моем канале. Собирать. Или просто на моем канале. Если сделать такой мультик. Таких мультиков по жестокости полно. Но... Такое еще никто не придумывал. На ютубе мультики делают. И фильм становится сложнее. Россия не умеет снимать. Ну, просто отказал сюжет для мультика. Как-то... Никого не призывают. Просто... Таких мультиков полно. Это просто обычный мультик. Ничего страшного. Все совпадения случайные. Все совпадения случайные. Все совпадения случайные. Просто мультик. Его дети даже посмотрят. Может даже дети этой... Тетки. Ну, добрейшей богини. Посмотрят. Смеются. Это просто... Ничего серьезного. У меня нет таблеток. Больше нет. Я буду рассказывать вам свои идеи для мультиков. А вы уже сами решаете. Но я знаю, что вы решите. Что таблетки это зло. Что не обстоятельства жизни и среда это зло. А таблетки это зло. Лечение это зло. Нужно не лечиться. Держать себя в руках. Давай. Попробуй поставить себя на место этого персонажа. И попробуй себя держать в руках. Посмотри. Ну, молодец. Ты сверхчеловек. Ты Юра Маргинал. Там. Сверхчеловек. Держи Сармат. Ты там. Молодец. Молодец. Держи себя в руках. Ты держишь себя в руках. Ты мужчина. Ты все стерпишь. Ты молодец. Давай осуждай там. Считай меня плохим очень. Ну, наехо говоря, очень плохим человеком. Да, да. Конечно. Мне плевать вообще на твои мнения. Просто представь себе вот этого мужчину. Который сидит. И ты ему говоришь, что ты плохой человек. То, что ты хочешь такой мультик создать. Или что-то такое. У тебя пустой взгляд злобный стал. Раньше ты был добрый. Созидал. Думаешь, ему как бы... Ну, кто ты после этого, если ты будешь ему такое говорить? Ну, ты добрый человек, конечно. Ты нравоучитель. Ты скажешь ему, держи себя в руках. Держи себя в руках. Ты не был на его месте. Держи себя в руках. Но ты все равно будешь повторять как биомусор. Держи себя в руках. Держи себя, ой, прости, что назвал... Ну, как добрый человек. Сочувствующий. Держи себя в руках. держи себя в руках не пей таблетки ты еще скажешь не пей таблетки видишь что таблетки навсегда ведь что таблетки делают видите что делает и текем какой мужчина гадкий и не скажет когда что было перед этим понимаешь это сатира на нашу современную жизнь просто то просто мультик сюжет для мультика и все никаких все совпадения случайно